В этом году ходовым экспортным товаром в Латвии стали красные мухоморы. Чаще всего ядовитые грибы отправляются в Литву, а затем в США и Канаду. Репортаж наших коллег с РЭТВ. Встреченные в элайских лесах грибники смеются, что никогда не клали в свои корзинки мухоморы. Но наконец встречается человек, который ищет именно эти ядовитые грибы. Покупают как в свежем, так и в сушеном виде. Больше в сушеном. Так почему бы и не подработать? В принципе, я не понимаю, зачем это кому-то нужно. Своим удачным опытом в группе грибников делится еще один собиратель мухоморов. Ингус пишет, что попробовал это делать еще в прошлом году, когда нечаянно натолкнулся на объявление. Сначала думал, что это обман, но сделка состоялась как в этом году, так и в прошлом. Теперь Ингус собирается в следующем году сделать дома сушилку и отправлять продукт на экспорт. Заработать можно хорошо. С одним покупателем журналистам удалось связаться. Именно из Балтии нужны мухоморы. Литовцы уже каких-то 8 лет продают их в Канаду. А почему именно из Балтии? Они содержат химический элемент мусцимол. Его больше всего именно в Балтийских мухоморах. Какие-то мази из них делают. Как выяснилось, в Латвии мухоморы фармакологии не используются. Но на порталах объявлений множество потенциальных покупателей, которые собираются сами готовить что-то из ядовитых грибов. Фитотерапевт Артур Терешко признает, что в гомеопатии мухоморы давно используются. Но самостоятельно делать из них мази или настойки может быть опасно. Все хорошее можно быстро испортить. Соблюдая пропорции и дозировку, пожалуйста. Но происходит так, как происходит. Употребляя это ложками и кружками, а не каплями, можно быстро получить противоположный эффект. Исторически мухоморы использовались в различных ритуалах. А еще они могут давать наркотический эффект, который может быть очень опасным. Нейротоксины, которые содержат красный мухомор, могут давать ощущение опьянения как от алкоголя. Вот только отравиться им намного проще. Я бы сказала, что теоретически можно стать зависимым. Но этот гриб очень токсичный. Он содержит еще ряд других алкалоидов, которые очень вредят здоровью. Ядовитые, но не бесполезные, говорят о мухоморах-мехологи. Они помогают деревьям получать питательные вещества, воду. Таким образом обеспечивают рост деревьев и их силу. Поэтому их много именно в лесах. Миколог надеется, что новые бизнесмены будут собирать мухоморы так же аккуратно, как и съедобные грибы, чтобы не повредить грибницу. Марина Ребедева в сотрудничестве с РЭТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин